Вот что ребятишки едят? Горов, по 15 срежков дали. Вот эту фотографию кто принес сюда? Кто принес ее сюда? Надежда Васильевна таится. Кто это на ней? Вы. Все, похожи? Да. Ото мне было 23 года, в момент, когда я обратился по Евангелию к Господу. Свитер был, рубашка, костюм. Там волосы за счет. Это было 55 лет назад. Больше полгода. Вам надо 55, а никого еще нету. 51. Я хотел спросить, Надежда Васильевна, а у Шелешова, Володя, ребята были, парни? Я даже не знаю, женился ли он или нет. Я даже не знаю. А невозможно, не знаю. Я не могу найти. Я по интернету искала, не могла найти. Сергей Павлович, кто это на фотографии изображен? Гнадий Тихвинич Лапкин. 55 лет назад было. В это время я работал на корабле. Учился в высшем мореходном училище. Ну, ставить я тут не надо. Положить надо. Все ради. Люди, как у ВВС, скажут гуру. Посчитают они гуру. А гуру отручитель еще больше не значил. Смотри. Так, подожди. Это капут. Сергей Павлович. Сергей Павлович. Сергей Павлович. Спасибо, Виктор. Вес на здоровье. С этого ты не пожалеешь. Дело в том, что сегодня у меня выходной. Вчера сломался боль дождь. Ну сообщили в Барнаугу, и приехал начальник. Начальник Чорнышков Валерий Владимирович. То есть это может вполне быть сын Володи Чорныш but. У тебя член, Владимир, был знакомым? Да, с 1937-го года он. este А вот тебе надо узнать, как он мне день рождения и прочее. не расслышал начале буду он не расслышал начальник более но он стоял у бальдозериста может не начальник так ребята сегодня день был у нас прекрасный картошку привезли обломали бока убрали ростки я сегодня смотрел фильм один называется так роман малыш вообще сидит там как дома и как поднимает заработала пила и как он шишки отфилил я сижу и молюсь такая высота сучки отфилили за каждую еще хватит людмила янчук надо его нанять чтобы наш тополь тоже спилили а то будет вызывать то дорого я говорю конечно он дешевый зубильник ну что по проводам то попало так я сегодня зелень приготовил посолил ее чтобы не пропало в прошлое свет отключили и она закисла так что не солить ничего ни первого ни второго не солить вообще совершенно потому что у нас я крупно посолил зелень вы добавляете и она разбавляется по баталкам по щашке и все на этом игнатий тихонович если мы не будем солить на улице тепло в холодильник горячий не поставишь все это скиснет посолить хочешь ну посолить обязательно надо без скиснет пеной возьмется да еще ты выдумываешь что у нас даже вот и да сдается к вечеру соленая сначала остынет чтобы остыло может закиснет остынет если потом подогревали просто высыпь его без подогрева температуру наберем очень быстро не надо солить лыкова жили без соли десятилетие и однако входили ну что за роман что не свалился что мирно обошлось что начальник приехал заботиться все делаем как можем отношения наши не хуже не стали ни с кем я положительно отозвался доволен и разбирается прямо таки крепко ну и все на этом сходили в огородчик брали горох марину и юргу еще сказать ну я зелень готовил больше часа ушло на это часа полтора пока собрал все я посчитал и касса 12 компонента празднула такая штука с чесноками не видал никогда я пытался долбить а вот скользкость из-под катушки толпушки выскатель еще нету а вот мария она его зажала из него сок потек и горох я туда подсыпал и горох то лежало теперь будете получать но новая обновленная зелень чеснок который я принес пускай обработает и холодильнике держите и когда нужно будет давно добавить можно даже без зелени отдельно во второе мы в салат реже постарайтесь все народы благослови наше пребывание здесь благослови патриарха правительства и всем дары духовное рождение свыше и водительство духом твоим святым сохрани нас святой православной вере тебя слава отец и сына и святой аминь 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 спаси христос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!